27 января, ровно 70 лет назад, советской армией был освобожден лагерный комплекс с Освенцем. В Калининском районе города Чебоксара проживает бывшая узница лагеря Клавдия Александровна Ковачич. Она попала в плен в 1942-м и провела в заключении три года. В лагере Освенцема были невыносимые условия жизни, тяжелый труд, постоянный голод и холод. Большинство пленных оставали в живых только несколько недель или месяцев. Сейчас Клавде Александровне 94 года, и о тех событиях она вспоминается слезами на глазах. Но, несмотря на такие тяжелые испытания, она смогла их мужественно преодолеть. Было ужасно тяжело, ужасно тяжело. Люди бросались на колючую проволоку, там проходил ток. Они повисали на эту проволоку, как все равно бусы висели. Ну, то, что она рассказывает, конечно, это очень сложно и очень тяжело. Логике не поддается то, что она перенесла просто. То есть фашизм, это и есть фашизм. То, что и сегодня творится на Украине, когда мирных жителей убивают, жгут, это геноцид. Тот же самый геноцид был и в концлагерях, в том числе и в Освенцеме, где просто уничтожали людей. Поэтому, я считаю, больно просто ее слушать. Всем заключенным Освенцемы наносили регистрационный номер в виде татуировки. Свой номер 66257 она помнит до сих пор. Вот этот номер мне выбивала полярчка. Она мне говорила, паня, я тебе маленький номер сделаю. Обычно делали вот такие большие номера. Я тебе маленький номер сделаю, чтобы ты меня лихом не поминала. Я ее и не поминаю лихом. Ее воспоминания действительно бесценны. И молодому поколению нужно знать и помнить о таких героических людях, как Клавдия Ковачич. Это будет преступление, если мы об этом забудем. Поэтому мы сегодня здесь, мы должны помнить, мы должны говорить о нашем домопоколении в первую очередь. 27 января 1945 года советские солдаты освободили концлагерь Освенцем. Но мне хочется сказать, что это были солдаты всяких национальностей, не только принадлежность какой-то одной. И поэтому мы должны все сделать для того, чтобы историческая правда осталась. И никакого пересмотра истории тех времен, политизация истории не проходила.